Приветствую вас, друзья, на канале Данила и Ларисы. Сегодня мы вам расскажем и покажем, как приготовить московскую варенокопченую колбасу по ГОСТу. Это ГОСТ, который еще использовался при Советском Союзе, и колбаса получается великолепного качества и совершенно диетическая, потому что она готовится исключительно из говядины. Для того, чтобы приготовить московскую колбасу, нам понадобится на килограмм колбасы 750 грамм говядины высшего сорта. Эту говядину мы полностью защищаем от всех жилок, от всего, от всего, от всего, от всего. Она у нас должна быть совершенно пресная. Помимо этого, нам понадобится 250 грамм свиного шпика, смесь соли нитритной и соли поваренной. 30 грамм, 15 грамм нитритной соли, 15 грамм поваренной соли. Также в эту смесь мы добавляем 2 грамма сахара. Также нам понадобится черный молотый перец 1,5 грамма и кардамон или мускатный орех 0,3 грамма. Итак, московскую колбаску в первую очередь нам надо подготовить мясо. Мясо для этой колбасы, как и для большинства колбас, надо подготавливать методом засолки. Мы режем нашу говядинку на кусочки 2-2,5 сантиметра на кубики. И после этого добавим в нашу говядинку соль, смесь соли нитритной, смесь соли обычной поваренной и сахар, смесь которую мы приготовили, собственно говоря, и отправим наше мясо на засолку в холодильник. Засолка, согласно ГОСТа, должна происходить 3-4 дня. Мы будем отправлять на 3 дня наше мясо, но в принципе можно солить и дольше. На мой взгляд, Лариса не всегда со мной соглашается. Лариса, ну даже сейчас посмеивается, ехидно. Лариса не всегда со мной соглашается. На мой взгляд, мясо можно засаливать для подобных колбас больше. И мне кажется, вот мясо как стейк. Чем дольше оно выдерживается, тем лучше потом качество колбасы. Но, друзья, не факт. Итак, мы порезали наше мясо. Как вы видите, для этой колбасы не используется ничего, кроме говядины высшего сорта. Поэтому эту колбаску вы можете совершенно спокойно готовить вашим деткам. Готовить просто для себя, как вкусную диетическую колбаску. Я ее обожаю. Наше порезанное мясо мы засыпаем нашей смесью из нитритной соли, поваренной соли и сахара. Хорошенько все перемешиваем и отправляем в холодильник на 3 дня. После этого мы вам расскажем, наше мясо засолится, и мы вам расскажем о дальнейшем процессе приготовления московской варенокопченой колбасы по ГОСТу. Накрываем его, естественно, пищевой пленочкой и отправляем. Друзья, наш фарш простоял, вернее, извиняюсь, наша говядина простояла в холодильнике сутки. Она полностью засолилась. Теперь, для того, чтобы сделать московскую колбасу, нам надо сделать из этой говядины фарш. Мы делаем на нашем чудесном кутере Good Food. Если вы будете делать на мясорубке, тогда используйте мелкую сеточку диаметром отверстия 2-3 мм. Нам надо получить достаточно мелкий, вязкий фарш, потому что колбаса московская, которую мы готовим, она должна быть совершенно однородной по своей структуре. То есть само мясо в колбасе будет однородное. Единственное, что будет выделяться, это мелко нарезанный шпик. Итак, делаем фарш. Мы заправили наш кутер и включаем его. Вот мы получили фарш нужной консистенции. Сейчас Лариса нам его покажет. Возьми на ладошку. Ниже опусти, пожалуйста. Вот такой вот мелкий, однородный фарш. Вот этот вот фарш мы будем использовать для приготовления нашей московской колбаски. Наш фарш, друзья, готов. Шпик, который мы вчера подготавливали для нашей колбаски, мы подморозили, чтобы его можно было мелко порезать. И порезали кусочками 5-6 мм. Вот так у нас получилось выглядеть 250 грамм шпика. И наш фарш из говядины. Теперь нам надо все это тщательно вымесить. Мы используем миксер с насадками для теста. Можно вымесить и руками. Но миксером это делать удобнее. Так добавляем в фарш специи, которую мы тоже подготовили вчера. И начинаем вымешивать. Теперь добавляем в наш фарш мелко нарезанный шпик. Наша задача добиться того, чтобы фарш был совершенно равномерно размешан со шпиком. Тогда в вашей колбасе будет сало распределено равномерно. То есть надо, чтобы в фарше не было скоплений этого сала. Потому что если его неравномерно размешать, когда вы будете заполнять колбасу через колбасный шприц, могут получиться скопления жира, которые будут и неэстетично выглядеть, и не совсем вкусно. Вот таким вот образом, с помощью обычного миксера, мы вымешиваем наш фарш. Кстати, друзья, мы получили вот такой вот фарш. Он совершенно равномерно вымешан. И теперь нам этот фарш надо отправить на созревание. Мы делаем немножко по ускоренной программе. Мы мясо засаливали один день. Я считаю, что его надо засаливать, как я уже говорил, 2-3 дня. Фарш мы тоже отправляем на созревание до набивки в оболочку колбасную. На один день. Но если у вас есть время, и вы не торопитесь, оставьте его лучше созревать в холодильнике на 2 дня. Накройте его пищевой пленкой. И вот в таком вот виде оставьте его созревать. Вот так вот выглядит наш фарш. Он уже, кстати, очень похож на московскую колбаску, на мой взгляд. Но колбаска будет выглядеть значительно лучше. Друзья, для московской колбаски провел сутки в холодильнике. Он ферментировался. Но если у вас есть возможность и время, лучше подержите его в холодильнике 2 суток. Далее для приготовления колбасы нам понадобится шприц для набивания колбас. Если у вас нет шприца, вы можете использовать мясорубку со специальной насадкой. Также мы используем коллагеновую оболочку, которую можно приобрести в магазине Ем колбаски. Ссылку на этот товар я размещу в описании под видео. И, собственно говоря, понадобится жгут. Мы используем льяной жгут для перевязки оболочки. Итак, друзья, первое, что мы должны сделать, это наполнить шприц нашим фаршем. Итак, мы наполнили наш шприц колбасным фаршем. Теперь мы замочили коллагеновую оболочку, будем ее завязывать. Вот таким вот образом. Малый узелочек, навязываем оболочку. И далее нам надо выпустить воздух из шприца. Мы подводим фарш к началу шприца, надеваем оболочку и начинаем набивать нашу колбаску. У нас оболочек колбасного. Сейчас мы ее в заднюю сторону сможем подтянуть. Я думаю, достаточно. Давай сначала с той стороны подтянем. Такое бывает, друзья, и с натуральной кишкой, и с коллагеновой оболочкой, к сожалению. Почему-то бывает, что она лопается. И мы ее перевязываем вновь. И с другой стороны, таким образом, завершая формирование колбаски. Важно вот так вот ее подкрутить, как это сделала Лариса, чтобы выпустить весь воздух и немножечко спрессовать. И вот такую вот чудесную колбаску мы получили. Теперь, друзья, эту колбаску мы тоже отправляем на ферментацию. Мы будем проводить ферментацию в течение суток, но лучше проводить ее в течение двух суток. При какой температуре Лариса? В холодильнике плюс 4. В холодильник. То есть просто набитую колбасу мы ложим в холодильник, мы ложим на сутки. Если у вас есть возможность и желание, положите ее на двое суток. И после этого мы приступим к приготовлению колбасы. Эту московскую варенокопченую колбасу можно готовить и без коптильни. Только в духовке, а можно приготовить в духовке и потом подкоптить. Мы ее будем готовить в духовке и потом будем подкапчивать. И весь этот процесс, естественно, мы вам покажем. А после продегустим. Вот такие у нас, друзья, получились три колбасы. И, собственно говоря, мы их отправляем в холодильник на ферментацию. И завтра будем их готовить, естественно. Наша московская колбаска провела ночь в холодильнике. И теперь мы будем производить термообработку. Термообработка происходит в несколько этапов. Первый этап – это обсушка. Она делается в духовке. Надо создать температуру 60 градусов и включить обдув. Обсушка делается в течение 20-40 минут. Мы будем делать в течение 40 минут. В это время колбаса прогреется после созревания в холодильнике и обсушится. Второй этап – варка. Ставим температуру 75-80 градусов Цельсия и повышаем влажность в духовке. Поместим внутрь емкость с водой. Мы ставим под противень просто мисочку с водичкой. Третий этап – обжарка. Нужно повысить в духовке температуру до 85 градусов и включить обдув опять. С конвекцией колбасу надо нагревать до 69-72 градусов по Цельсию. Эта температура должна быть именно внутри колбасы. Проверяем мы его, просто проткнув батон колбасы термометром с металлическим щупом. Общее время термообработки около 2,5 часов. После этого колбасу можно подкоптить при температуре 45 градусов в течение 1-3 часов. В итоге получится классический вкус в московской копчено-вареной колбасе. Мы ее будем тоже подкапчивать. Итак, друзья, начнем с первого этапа. Это просушка. Включаем нашу колбаску в духовку. Важно следить, чтобы батончики колбасы не соприкасались между собой, чтобы между ними было расстояние. Включаем духовку на 60 градусов. И включаем конвекцию. Вверх. И оставляем нашу колбаску обсушиваться на 40 минут. Прошло 40 минут, и мы приступаем к следующему этапу барки. Для этого мы достаем нашу колбаску. И ставим в духовку емкость с лодичкой. Опять помещаем колбаску. Делаем так, чтобы она не соприкасалась. И отключаем конвекцию. И оставляем колбаску вариться на 40 минут. А при этом нам температуру в духовке надо поднять до 75-8 градусов. 75-80 градусов. 75-80 градусов. И опять оставляем уже без конвекции нашу колбаску на 40 минут. Прошел час. Процесс варки, этап варки, вернее, закончился. И следующий этап – обжарка. Мы повышаем температуру духовки до 85 градусов. И в одну из колбас мы вставим щуп с термометром, чтобы контролировать температуру. Нам в процессе обжарки надо довести температуру к колбасе до 69-72 градусов. После этого мы ее будем коптить. Нанимаем. Водичку, наверное, она горячая. Я думаю, что она на 5-6 градусов. Протыкаем одну из колбасок кулинарным щупом, чтобы контролировать. Температуру внутри. И повышаем температуру до 85 градусов. Такая у нас красивая колбаска уже есть. Нам надо вести температуру внутри колбасы до 69-72 градусов. И после этого мы ее подкоптим. Как сигнализирует наш кухонный термометр, закончен. Колбаса достигла температуры 70 градусов. Мы выключаем духовку и переносим нашу колбаску в коптильню. Она имеет вот такой вот прекрасный, красивый вид. В принципе, на этом этапе колбаса полностью готова. Но так как мы готовим вареную копченую колбасу, мы ее еще подкоптим. Такая замечательная колбаска. Подкоптим, а потом продегустируем. Наша коптильня работает. Она запущена в режиме холодного копчения сейчас. У нас там коптится краковская колбаса. И мы добавляем туда нашу московскую колбасу, которую мы делаем методом варенокопченой. Московскую колбаску в коптильную камеру. И при температуре 35-40 градусов мы ее оставим здесь коптиться на 3 часа ориентировочно. Это она уже имеет вид полноценной московской колбасы. И я думаю, что наша московская колбаска готова. Сейчас мы проверим. Коптили мы ее при температуре 35 градусов. И вот такой вот замечательный вид. Ой, какая красивая. Она имеет. Теперь ей надо дать отдохнуть несколько часов. И можно будет дегустировать. Вот такая вот замечательная у нас московская колбаска получилась. Ну что ж, дождемся, друзья, дегустации. Мне самому интересно, что у нас получилось. Московская колбаска остыла. И мы можем ее продегустировать. Вот такой вот она замечательный вид имеет. Колбаса получилась очень однородная. И на срезе выглядит вообще идеально. Сейчас я ее попробую и расскажу вам, друзья, что получилось. Хватаю слюнки. И сейчас я попробую нашу колбаску. Идеально. Просто идеально. На срез колбаса вообще без пустот. Очень классная, очень плотная. И в то же время мягкая и нежная. Можно вот такой вот замечательный бутерброд сделать. Колбаса имеет ярко выраженный вкус говядины. На запах. Легкий запах копчения и вкус мяса. Никаких дополнительных левых запахов в ней не присутствует. Ну вот, собственно, считаю, что... Считаю, что московская колбаса у нас удалась, друзья. Вам тоже желаю, чтобы у вас такая колбаска получилась. Желаю вам творческих успехов в кулинарии. Смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы будем снимать для вас новые клипы. Всего доброго, друзья. Пока.